Музыка К нам ходит 94 маршрут, из Балаклавы заходит к нам или из города заходит к нам этот маршрут. Вот, когда приходит вовремя, нареканий нет, но когда приходит он с опозданием, представьте, что 2-3 километра пройти еще пешком, люди опаздывают не только в школу и на работу, и это вызывает большое негодование. Поэтому люди очень просят и предприятие транспортное, и директора Рубин, ну пожалуйста, давайте вместе решим эту проблему, чтобы у нас вот не было такой проблемы. Это пустячный такой, кажется, вопрос, но для нас он, наверное, самый острый, самый болезненный, особенно в рабочие дни. У нас 7 детей ходят в 25-ю школу, а один ученик ходит в 30-ю, и один в 38-ю ездит в город. У нас всего 9 школьников, 24 ребенка дошкольного возраста, это те, которые будут ходить все в школу с нашей деревни. Поэтому вопрос о транспорте, о доставке школьников, это нельзя сиюминутно решить, а если решить, то решить уже постоянно, и чтобы мамочки, дети не переживали за то, что вот сегодня не будет, а как же нам, детям, добираться. Школьный автобус будет забирать детей с 10-го километра, как он уже это делает, будет забирать детей со Флотского, и мы таким образом, мы расширим именно, еще поймем ситуацию, где еще нужна необходимая помощь. Есть 100-процентная договоренность с перевозчиком Рубин, есть понимание, так что эта программа будет действовать, но сегодня просто так получилось. И еще хотелось бы сказать о том, что мы в ближайшее время, я как депутат инициирую встречу в Балаклаве с жителями Балаклавы, с перевозчиками, пригласим правительство города, депутатский корпус, и конкретно сядем и разберем за круглым столом, расширенным, разберем ситуацию, транспортную ситуацию в Балаклаве. Она реально очень сложная, одна из самых глобальных проблем Балаклавы, я за город не буду, я скажу за свой именно район, это транспортная проблема, и надо садиться и решать.